МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тысячи галлонов чая и 500 печеней вполне достаточно для одной дружбы. Саша, это же про нас с тобой. Мы, правда, тысячи галлонов, наверное, не выпили. Это почти 4 тысячи литров. Но мы с тобой точно на полпути к настоящей дружбе. Это откуда такие расчеты, Макс? Это же Рэй Брэдбери, вино из одуванчиков. Мировая классика, между прочим. А сегодня, кстати говоря, как раз-таки международный день одуванчика. И мы сегодня попробуем, ну, если не вино сотворить из одуванчиков, то хотя бы варенье точно. Да, доброе утро, губерния. Сегодня действительно всемирный день из одуванчиков, точнее, одуванчиков. Ну, у нас этот будет день из одуванчиков. Мы читаем книгу Рэй Брэдбери, а также пытаемся разобрать ее на цитатах. Кстати, вот еще одна хорошая. Копая землю, покопайся у себя в душе. Отличная цитата, нужно запомнить. Ну, а во время чтения книги можно пить одуванчиковый кофе. Его готовят из высушенных обжаренных корней. А в Италии цветки одуванчика добавляют в салат. Да даже в борщ, мне кажется, можно добавлять одуванчики. Они только свежее станут от этого и борщ тоже. Одуванчики можно не только есть. По цветам можно узнать время. Они раскрываются в 6 утра и закрываются в 3 часа дня. А вот дачники этот цветок считают сорняком и избавляются от него. Спросим у жителей губернии, почему же сорняки такие живучие, а благородные цветы напротив? Наверное, не со всеми уживаются, как и люди. Потому что красоте всегда нужна подпитка, всегда нужно красоту обогащать чем-то. Сорняки все-таки, они на пролом идут, а цветы надо лелеять, холить. Ну, по жизни так бывает, как и у людей. Самые худшие дольше живут, чем какие-то более здоровые люди. Красота требует жертв. Ну, сорняк – это такое естественное растение, вот, а благородные растения в основном выведенные, и поэтому требуют ухода. Ну, у них школа выживания такая, они просто везде выживают. А к нам в гости пришла наша любимая Ольга Симонова, имидж-стилист. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Вне эфира мы выяснили, что Ольга сегодня пришла к нам в бермудах. И с кисточкой на кутих. Да, расскажи, чем бермуды отличаются от шортов обычных. И от юбки. И от юбки, да. У любых предметов одежды есть название, исходя, если мы говорим про низы, особенно исходя из их длины. Бермуды длиннее, чем стандартные шорты. Эта длина примерно по колено, если бы я встала, это было бы видно. Но при этом они короче, чем кюлоты, которые примерно располагаются вот здесь, вот, по середине икры. Максиму предстоит изучить классификацию брюк и их длину. Мы сегодня говорим об одуанчиках, Оль. Всем ли подойдет такой яркий цвет? Желтый, я не знаю, оранжевый. Вообще, одеваться ярко сейчас колоритно модно в этом сезоне? Как много хороших вопросов, Саша. Прости. Начнем сначала. Всем ли подойдет этот цвет? Цвет может подойти всем, в зависимости от того, сколько вы его используете и как вы его располагаете. Допустим, мы возьмем, ну, вот цвет, который, ну, вот можно сравнить близок к одуванчикам. И я возьму цвет, который будет дополнительно, ну, допустим, такой светлый перламутр. Что мы здесь имеем? Если мы возьмем его вот в таком соотношении, много желтого и достаточно много светлого, то так красиво подойдет тем, у кого яркая внешность. Цвет очень яркий, его достаточно много. Если мы возьмем вот в такой пропорции, немножко этого желтого и достаточно много светлого, подойдет гораздо большему количеству людей. Потому что чаще всего яркий цвет используется в обычной жизни, не в фотосессии, не подиум, не выступления, а в жизни, как акцент. Но этот цвет тоже может перетянуть на себя внимание, подчеркнуть, может быть, не такой розовый цвет лица, или у кого-то есть пигментные пятнышки, кто постарше, да, или много солнца любили, как одуванчики, но долго. Тогда может быть такой эффект, тогда мы просто меняем местами. Если мы возьмем этот цвет в небольшом количестве, например, это будут шорты, что-то такое маленькое, или небольшая юбка, или это рисунок, так подойдет многим. То есть вот когда чуть-чуть, всегда подойдет большинство. Поэтому если наши зрительницы и зрители смотрят и думают, брать им яркие цвета или не брать, я сразу скажу брать, это может быть украшение, это могут быть сумочка, это может быть обувь, и сразу образ заиграет. Ну, потому что он такой яркий и красивый. И ко второму вопросу. Уместно ли одеваться ярко, насколько это в тенденции? Ну, конечно же, это очень даже в тренде. Не зря желтый цвет, это цвет года. То есть мы понимаем, что он несет вот это сияние, он несет молодость, он несет активность и энергию. У желтого цвета на самом деле достаточно много значений. Это действительно то, что я сказала, и энергичность, и спортивность какая-то. Но в то же время он может ассоциироваться и с болезненностью. Ну да, да. Потому что он такой, когда говорят, что ты желтенький какой-то, да, как-то может быть не все органы у тебя работают. Есть в ассоциативном ряду. Поэтому нам с вами что важно? Правильно его комбинировать и правильно сочетать, чтобы таких ассоциаций у нас, соответственно, не было. А одеваться ярко, особенно в лето, у нас себе позволяют и молодые люди, и барышни, потому что мы хотим быть признанными, мы хотим внимания. А с какими еще цветами можно сочетать желтым? Вот интересно, помимо белого. Кроме всего, у нас же есть цвет года, это цвет серый. Да, серый, я даже помню об этом. Да, 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 у нас это было, но мы всегда закрепляем. То есть, вот смотрите, из всех оттенков мы с вами же знаем, что сзади у нас есть правильные названия, но... Серый желтый. Просто желтый, это просто серый, да, глаз, алмаз. Соответственно, если вы хотите выглядеть максимально эффектно, мы берем... Вот, например, у Максима сейчас такое сочетание. У него серый пиджак и на нем желтый одуванчик. А если Саша в сочетании к черно-белому платью, где рисунок такой сочетающийся, тоже взяла бы, допустим, вот такого, да, дуванчикового цвета туфли, то этот образ тоже был бы мега модным. То есть, вообще, когда мы берем модный цвет, который Пантон признал модным или которого много в коллекции, мы, соответственно, сразу не просто выделяемся из толпы, а мы говорим окружающим. Я в курсе модных тенденций. Я на волне. А значит, я молодой, я впереди всех, я динамичный, я всегда за изменения. Эта весна еще, по-моему, взлетел буквально-таки зеленый цвет, я заметила, по крайней мере. Почему? Абсолютно точно, потому что зеленый – это цвет надежды, зеленый – это цвет рассвета, зеленый – это цвет всего нового. Это знак «можно», да. И нам всего этого хочется. Через пару минут мы продолжим разбираться в цветах, а пока мы выбираем себе эти цвета для шикарного наряда и классной прогулки, узнаем, понадобится ли нам такой же яркий зонтик. Прогноз погоды. В Самарской области в четверг ожидается переменная облачность. Днем местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью плюс 12-17, днем плюс 25-30. Ветер ночью будет дуть восточный 5-10 метров в секунду, днем юго-восточный 8-13 метров в секунду. На севере и западе в дневное время 28 тепла, на востоке и юге плюс 30. В Самаре переменная облачность днем без существенных осадков плюс 27-29. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. Относительная влажность воздуха 40-45%. Еще раз доброе утро, дорогие друзья. Напоминаем, что у нас в студии наша любимая Ольга Симнова, имидж-стилист. И сейчас мы будем, что, учиться сочетать яркие цвета? Да, в принципе, сочетать яркий цвет. Раз мы говорим про одуванчики, мы представим, что здесь очень много вариантов. И у всех возникает вопрос, ну как сочетать, да, вот наглядно как? И вы спрашивали, да, у нас в первой части. Поэтому давайте представим ситуацию, когда мы одуванчик вот видим где-то, может быть, он дома, может быть, он на даче, может быть, он на клумбе. Вы сейчас цвета наберете, и мы с вами посмотрим, как это перенести в гардероб. Допустим, я бы взяла, ну, допустим, у меня вот такой одуванчик, и он, не знаю, пробил черный асфальт свежий. И вот у меня получилось такое сочетание. А у вас? Вы сначала возьмите и не говорите. Вы берите классический, давай, у меня одуванчик. Желтый. Так. Вы пока набирайте, мы попытаемся догадаться, что бы это могло быть. А я вот так вот. Можно еще брать цвета. Играем в покер. Да-да-да. Так. У нас колористический покер. Да. Что-нибудь подобное. Что еще? Ну, то есть мы смотрим на ситуацию, которая, в принципе, вот где бы мы могли это увидеть. Я почему-то фрукты представляю. Пускай. Ну, пусть будет так, хотя бы. Отлично. У меня ступор небольшой. Так. Ну, пускай, может быть, там что-то еще. Возьмем белый. Давайте. Отлично. Понеслась. Да. Итак, давайте разбираться. Вот, смотрите, я, например, вдохновляюсь ситуацией, про которую сказали. Я сегодня ее видела, когда ехала. Это одуванчики, это их зелень. Вот, посмотрите, да. И, соответственно, вокруг была какая-то земля. Что нам это дает? Это очень красивое и понятное всем сочетание. Но когда мы его берем, нужно о чем помнить? Смотрите, вот одуванчика, маленькая головка, да, у самого цветочка. И большой стебелек достаточно вот в букете. То есть мы берем мало желтого, мы берем побольше зеленого, и коричневое сочетание будет более гармоничным, чем если мы их просто вот так вот возьмем. Ну, допустим, юбка, блузка там и сумка огромная с туфлями. Поэтому это можно использовать в гардеробе? Можно. Максим, давай попытаемся догадаться, что ты задумал. Где твой одуванчик? Ну вот, как... Покажи, пожалуйста, да. Я даже не знаю, может быть, как-то вот так вот. Ага, красивое сочетание. Это одуванчик на фоне Волги? Почти. Это одуванчик в пыли на фоне неба. Очень красиво. И я хочу обратить внимание тоже, что в сочетании, например, голубого и желтого, вот здесь у нас одуванчик на фоне неба, это может быть золотой песок и прибрежная вода. Это может быть действительно любой желтый цветок и голубое небо. Очень красивое, очень симпатичное и очень такое легкое и яркое. Вот это тот самый способ легально добавить яркости в ваш гардероб. И если кто-то вам скажет, как ярко, вы скажете, так же, как и наша прекрасная природа. Хочу просто для телезрителя озвучить, что это на самом деле канареечный цвет, а это свинцовый, а это просто синий. Чудесно, у нас минутка колористического ликвеза. Саша, а чем? Мне все гораздо проще. Почему-то я представляла не одуванчик, я представляла тарелочку. Да. Блюдо такое столовое, так скажем. И фрукты, апельсины и лимоны. Если мы берем два ярких цвета, как здесь. Но в одежде я это не представляю. А я очень хорошо представляю, если мы берем два таких ярких цвета, то, во-первых, очень грамотное решение. И у тебя, и у Максима, и у меня. Мы все, смотрите, интуитивно, подглядев это везде, да, в природе, мы добавили какой-то нейтральный цвет. То есть Максим взял свинцовый, Саша взяла белый, я взяла коричневые оттенки. Это очень важно. Как носить яркие цвета? Добавляйте к ним спокойно. Это их действительно расслабляет и перестает их делать именно кричащими. А во-вторых, то, что я и говорила. Когда у нас они примерно одинаково, одинаково желтого, одинаково вот такого интенсивного, да, оранжевого, может быть перебор. Саша, попробуй сделать одного цвета поменьше, вот, ну, чтобы было видно. Допустим, желтого, да, вот так вот. Вот здесь уже вполне может быть это в гардеробе, там может быть такое платье, такие туфли, такой жакет или такой жилет. Вот тогда это красивое сочетание. А для девушек, если сомневаетесь, это может быть ваглия ногтей, помада, украшения, то есть еще меньше. У девушек гораздо больше вариантов. У парней еще есть носки, шнурки. Максим сказал, у которого оранжевые в декоре обуви. И красная подошва. И красная подошва. Оля, огромное спасибо тебе. Это очень классный, интерактивный, веселый, занимательный урок. И полезный. Да, и полезный калористике. Спасибо огромное. Вдохновение тебе. Всего самого хорошего. Благодарю. Ну, для меня, как ты понял, Максим, все-таки беспроигрышный вариант. Это классика черный и белый, который ассоциируется у меня с клавишами фортепиано. Ничего лишнего. Только стиль. Только музыка. Доброе утро, губернии. В эфире музыкальная рубрика «Как по нотам». Поговорим сегодня об одном из наиболее востребованных направлений в музыкальной индустрии – саунд-дизайне. Режиссура звука – это тонкая работа по управлению эмоциями зрителя через правильные звуковые образы. Каждый раз, когда вы слышите на экране монстра или пролетающий космический корабль, или человека, пробирающегося через зарусли джунглей, знайте – это саунд-дизайнеры бережно создают и подбирают звуки для нас. Саунд-дизайн объединяет в себе творчество и знания физики звука, требует от специалиста умения работать с техникой и владения программным обеспечением. Очень пригодится в работе хороший слуг и опыт музыкальной школы, где оттачивается способность слушать и слышать. Профессия совсем молодая, в 2008 году ее потихонечку стали осваивать в нашей стране. А совсем скоро мы с вами услышим совершенно новые интересные тембры, созданные компьютером. Музыка, созданная на основе алгоритмов, генеративная, ведь звук дает возможность снять напряжение со зрения, если вы пилот самолета или космического корабля, и вам нужно учитывать сотни параметров. Звук способен сообщить вам информацию быстро, не переключая внимание с других факторов. Получается, что от качества работы саунд-дизайнеров зависит мир, в котором мы окажемся совсем скоро. У меня на этом все. Увидимся с вами на следующей неделе. Споемся. Продолжаем наш утренний эфир. К нам в гости пришла Татьяна Хамина, художник-арт-терапевт. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Сколько красоты в нашей студии! Когда я увидел эти палочки, я подумал, что это цветные карандаши, а оказывается, это пластилин. Скорее рассказывайте о своем творчестве, о своих картинах, в какой технике они выполнены. Ну, я пишу и работаю в разных техниках, но сегодня я хочу представить вам необычную технику в работе с пластилином. Это восковой пластилин, который как бы у нас у людей воспринимается как такое детское творчество. На самом деле, с помощью него можно створить настоящие картины. И, собственно, одни из таких я, собственно, вот здесь вам принесла показать. Пластилин восковой, у него температура плавления, как у нашего тела, 36,6. Поэтому... Прямо ровно 36,6? Да. Поэтому как только вы начинаете брать его в руки, он начинает быть очень пластичным, и с помощью вот этого свойства можно создавать картины. То есть... И получается, что этот способ рисования, он доступен всем, и детям, и взрослым. Кроме того, работа с пластикой, то есть мы же берем прям руками, рисуем, получается, она очень терапевтична, то есть мы погружаемся, ну, как бы внутрь себя, и уходит стресс. То есть многие люди... То есть я провожу эти занятия регулярно, и я вижу, что многие люди, которые приходят в таком каком-то немножко раздерганном состоянии, они так как-то успокаиваются. Да, и поэтому вот эти занятия, они очень полезны как для детей, так и для взрослых. Получается, вы лепите картины, да? Ну, получается, да, но на самом деле это все вместе, тут и лепка, и рисование, и смешивание цветов. То есть это такая, это не совсем скульптура, это вот что-то на стыке вот этих двух искусств. То есть практически не требуется никаких инструментов, кроме собственных пальцев, хвоста и пластилина? Да, палец и вот то, что обычно пластилин кладут, вот маленькие ножички, например, чтобы сделать какие-то небольшие детали, или, например, сделать объем, но на какие-то предметы, да? То есть вот, например, сегодня мы про цветы, да? То есть вот у нас как раз сейчас зацветают сады, и вот чтобы сделать вот эти цветы на деревьях объемными, можно использовать и небольшие вот такие инструменты. А сколько длится вот один такой сеанс арт-терапии, и реально ли за него прямо нарисовать картину такую? И проработать какие-то свои проблемы, может быть? Ну, про проблемы не могу сказать, потому что все равно здесь ближе, это все равно к рисованию в данном случае, то есть арт-терапия здесь идет так подспудно, как просто состояние, да, то есть мы получаем новое состояние на выходе, вот. Но если говорить про картину, то вот формат А4, вот такой вот, например, да, ну, где-то в районе трех часов занимает, то есть это так же примерно, как если бы мы писали ее маслом, то есть примерно такая же работа, но, естественно, у детей это бывает либо подольше, либо побыстрее, потому что дети очень по-разному делают, да, то есть есть такие быстрые, активные дети, а есть наоборот. Вот, но в любом случае не сложнее, чем маслом писать. И при этом радость в этом то, что ты на любом этапе можешь остановиться, а потом продолжить дальше, потому что это же не краски, они не сохнут, и всегда можно что-то улучшить. Мы сегодня говорим об одуванчиках, вообще о цветах. Вот такой яркий желтый цвет, которым обладает наш любимый одуванчик, как может повлиять на наше настроение, если окружать себя вот только подобными цветами? И вообще о чем это говорит? Ну, естественно, у нас вообще, мне кажется, природа очень мудро поступила, что одуванчики цветают в мае, потому что мы все очень устали от зимы, от вот этой серости и такого однообразного пейзажа. И яркие одуванчики, которые появляются у нас на газонах, они нас, конечно, всегда очень радуют. То есть это желтый цвет, потому что это такой символ радости, счастья, и вот эта вот круглая форма его, которая напоминает солнце, оно, конечно, у нас сразу поднимает нам настроение. Поэтому многие люди, которые, ну, даже не убивают одуванчики на своих огородах, пока они не оцепляют, просто потому что они очень поднимают настроение. И в любом случае, желтый цвет – это один из самых энергетически насыщенных цветов, поэтому если вы чувствуете какой-то упадок сил, окружите себя желтыми цветами, ну и хотя бы выйти на улицу и походите вокруг цветущих одуванчиков. Мы обязательно продолжим, ненадолго прервемся, и пока мы будем готовиться исполнить свою первую картину пластилином, посмотрим сюжет Ирины Грумезы о свежей Алятинской премьере. Обманутый муж Александр Амелькар хочет снова обрести радость жизни, но делает это экстравагантно – нанимает актеров на роли жены, дочери и верного друга. Так начинается трагикомедия «Школа шутов» по пьесе французского драматурга Ива Жемяка «Человек, который платит». Тема пьесы – как узнать правду, где рецепт этой правды, а где ложь, а где правда, насколько это ложь, а насколько это правда. Ведь это же все философские вопросы. И вот главный герой, он ищет ответы на эти вопросы. И потом я подумал, вот загляните в телевизор и в интернет, полистайте любую новостную ленту любой соцсети. А как отличить? Ведь это сейчас невероятно актуально. Иллюзию счастливого семейства необходимо поддерживать по вечерам в будни, по выходным и праздничным дням. Среди нанятых людей только одна профессиональная актриса – новоиспеченная жена Элеонора. Дочь и друга Александра изображают девушку легкого поведения и неизвестный художник. Поначалу неловкая игра в близких людей становится все естественней. И вот уже лицедеи с трудом различают грань между притворством и реальностью. Длительный фарс отражается и на людях, которые ничего не знают о правилах игры. Двадцать лет. Ничего не ведать. Двадцать лет. Виржиния, наша дочь. Прекрасно, я вас поздравляю. Вы кто? Кто логически рассуждает? Это ваша внучка. Я вообще люблю трагикомедию, этот жанр. И пьеса мне понравилась. Потому что можно сыграть и на истинных слезах, и поюморить, и посмешить. И чуть-чуть даже гротеск туда можно в трагикомедию вложить. И это все рядышком. Очень интересно играть роль, когда она рядом смех и слезы. Водоворот чувств, истинных или притворных, уже и не разберешь, захватывает героев. Человек, который платит, становится им все ближе. Но поверить в любовь оказывается сложнее, чем выписывать чеки. Нужно ли всегда знать всю правду? Это не нужно. Всегда правду говорить – это утопия. А вот насколько экономить на правде – это всегда вопросы совести и морали. Конечно, лучше говорить правду. Но бывают такие ситуации в жизни, когда нужно солгать во имя, но чтобы сохранить человека. Ради какого-то добра. Я думаю, что в этом ничего. Живой Бог за это не осудит, за такую ложь. А когда нужно обязательно быть правдивым? В любви. В дружбе. Самое главное – быть честным с собой. Я думаю, фанатичный поиск правды не нужен. Он никогда до добра не доведет. Потому что если что-то скрывают от нас очень долго и упорно, значит, наверное, не зря. То есть можно быть счастливым, в принципе, не зная всей правды, да? Я думаю, что счастливым можно быть, только не зная всей правды. Можно быть либо умным, либо счастливым. Лучше, наверное, быть счастливым. Ирина Грумеза, Андрей Костомаха. Для «Утро губернии». Напоминаем, что у нас в гостях Татьяна Хамина, художник и арт-терапевт. Еще раз доброе утро. Доброе утро. Татьяна пишет картины... Пластилином. Пластилином, да. И мы уже готовы попробовать себя в роли художников и отведать мастер-класса от профессионалов. Так, мы с тобой договорились, Макс, наоборот. Ну, я тебе хочу отрезать кусочек. Мы просто буквально били за эту картину. Итак, что мы делаем? Да, мы замахнулись на Клода Мане, который любил писать кувшинки в собственном саду. Вот. И я предлагаю вам создать, собственно, одну из кувшинок, которая плавает по поверхности воды. Да, то есть мы отламываем небольшой кусочек пластилина. Сделали. Вот. Можно скатать его, да, как шарик небольшой. И потом прилепить... А покажите сначала вывод. Нарисуйте что-нибудь тоже. Ну, тогда дайте мне инструмент. Держите. Держите. Шарик получился. Так. Сейчас. Мы прикрепляем. К холсту. Да, да, да. То есть мы его прикрепляем к холсту. И потом у вас вот в руке есть как раз ваш ножик, да? И вы, соответственно, можете придать ему форму кувшинки, да? Правильная форма. И лишнее можно убрать. Лишнее можно. Жирная кувшинка получается. Да, ну не страшно. Они, вот, то есть лишнее можно убрать и, соответственно, немножко его вот так вот при прижать, да, чтобы у него низ был к кувшинке так ближе, скажем. Смотрите, мы сейчас используем... Холсту, свеженькая кувшинка. Картон? Да. На чем вообще можно рисовать? Вообще можно рисовать, конечно, и на холсте, но большого смысла нет, потому что пластилин, естественно, будет закрывать поверхность холста. Поэтому мы рисуем на картоне даже вот на таком вот коробочном, потому что он достаточно плотный. И вообще, мне что нравится в этой технике, что это достаточно, по-моему, чудесно. Меня увлекает. Давайте, давайте. Вот. Это достаточно экономичный способ рисования, потому что, чтобы начать старт в масляной живописи, нужно как минимум несколько тысяч рублей, просто потому что вам нужно купить краски. Для того, чтобы начать старт в пластилиновой живописи, вам потребуется коробочный картон и пачка пластилина, которая стоит 200 рублей. Поэтому, в принципе, можно уже почувствовать себя художником, исходя из такого небольшого бюджета. Саша, это талант. Три кувшинки у нас получилось. Молодец. Супер. Татьяна, где вы научились и где можно нашим зрителям научиться? Я как бы искала разные способы, поскольку я арт-серапевт, и мне всегда нравится изучать новые техники. Я искала разные варианты, и я увидела, что есть техники работы с пластилином, но они обычно выглядели как-то вот так. То есть это такая, считается, что... Мультяшник, я думаю. Да, да, что это такое немножко детское творчество, и есть даже наборы для рисования для детей пластилином именно вот в таких примерно техниках, да. То есть это такие вот немножко мультяшные, такие, как мы в детстве смотрели, там мультик пластилиновые вороны, вот примерно из этой серии. Вот. Но я подумала, что сейчас есть пластилин очень мягкий и пластичный, из которого можно создать совершенно другое, да. И я попробовала, собственно, сама рисовать в технике как бы как масляной, но пластилиновой, да. И вот это, собственно, самая первая моя картинка, которую я сделала в этой технике. Вот. И мне понравилось, мне показалось, что в этом что-то есть, и я стала пробовать. То есть ты сама без учителей, без наставников, освоила? Ну, по крайней мере, конкретно пластилиновую живопись я освоила сама, да. Естественно, мне помогали в этом мои знания в области живописи, в других сферах. Но просто оказалось, что пластилиновым можно точно так же писать, как маслом, но при этом получается объемно, интересно и при этом у всех, да. Последний, наверное, вопрос. Вот если мы написали такую картину, повесили себе дома, она не растает? То есть как за ними вот ухаживать правильно? Ага. Ну, важно, чтобы на нее не попадали прямые солнечные лучи. Ну, вот этой картине, которая выдержит несколько лет, и с ней ничего не случилось. Но, опять же, чтобы сделать ее более надежной, да, то есть можно ее подстекло в раму, да, и при этом у нее еще такой немножко 3D-эффект появляется, потому что стекло немножко отодвигает вот дальние планы, поэтому вот мы можем... И вот в таком виде она может храниться достаточно долго. Я не знаю, я занимаюсь пластилиновой живописью несколько лет, но пока ни одна из моих картин не пострадала. Дорогие друзья, совсем скоро у Татьяны стартует проект, выставка, да, все верно? Да, мы... У нас уже стартовал проект, который называется «Пластилиновая губерния». Я его реализую вместе с Самарской областной юношеской библиотекой. В рамках этого проекта мы собираем мастер-классы и рисуем любимые места нашей области, поскольку 170 лет губернии в этом году. И в юношеской библиотеке я провожу эти занятия бесплатно, то есть вы можете прийти со своим пластилином и присоединиться. А в конце года мы будем делать выставочный проект, где люди могут выставить свои творения и, собственно, рассказать о том, какие места Самарской области они любят. Всех зрителей призываем обязательно принять участие в этом потрясающем... Это очень увлекательно. ...медитативном занятии. А вам желаем творческих успехов и говорим спасибо. Спасибо, Татьяна. Хорошего дня. Друзья, мы поставим на паузу наш эфир, затем вновь вернемся в нашу студию. Оставайтесь с нами. В эфире новости на канале Губерния. В студии Алена Власова. Здравствуйте. Чувашская республика готова присоединиться к консорциуму научно-образовательного центра Самарской области. Губернатор Дмитрий Азаров обсудил с главой Чуваши Олегом Николаевым возможность вхождения субъекта в нос инженерия будущего. Напомню, он был создан в мае 2019-го и быстро стал центром притяжения научных школ и промышленных предприятий целого ряда регионов страны. За два года центр приобрел якорных индустриальных партнеров, среди которых такие гиганты, как Ростех, Роскосмос и РЖД. Налаживаются отношения и с другими крупными корпорациями. Сегодня НОЦ объединяет 50 участников. Это высшая школа, научные организации и предприятия из 11 регионов. Есть и иностранные партнеры из 50 государств. Глава Чуваши Олег Николаев отметил, что опыт НОЦ инженерия будущего вызывает большой интерес в местной научно-производственной среде. И что республика хотела бы войти в состав центра. Дмитрий Азаров подчеркнул, что Чуваша является надежным партнером Самарской области. И этот вопрос будет проработан уже в ближайшее время. А тем временем в школах региона проверяют соблюдение мер безопасности. Такую задачу накануне поставил губернатор Дмитрий Азаров. В зоне особого внимания техника, план эвакуации, договоры с охранными организациями, а также профилактическая работа преподавателей с учащимися. Тему продолжит Дарья Зотова. Так, ребята, внимание. Вы услышали три звонка. Встаем, строимся. Сначала третий ряд, потом второй ряд, затем первый ряд. Замыкающий Иван Кузнецов, он же ответственный. Встаем. Все спокойные, тревога учебная. Но даже при реальной угрозе паниковать нельзя. Это может помешать эвакуации. Школьники покидают помещение быстро и слаженно. В этот раз справились за три минуты. Всего на территории городского группы Самара функционирует практически 400 муниципальных образовательных учреждений, 600 зданий, в которых осуществляется образовательная деятельность. Мы ставим задачу проверить абсолютно все. Накануне губернатор Дмитрий Азаров поставил задачу провести комплексную проверку соблюдения мер безопасности в образовательных организациях региона. Глава Самары Елена Лапушкина дала указание проконтролировать эту работу в школах и детсадах областного центра. Представители городского департамента образования оценивают технику, металлодетекторы и кнопки тревожной сигнализации, документацию, планы эвакуации и договоры с охранными фирмами. А также профилактическую работу преподавателей с учащимися. Им должны на классных часах рассказывать, как вести себя в чрезвычайных ситуациях. В каждом кабинете план эвакуации. То есть там написано четко из кабинета маршрут движения до какого выхода. В школе пять рабочих выходов и распределены дети по всем выходам, чтобы не было сутолки какой-то, чтобы дети комфортно быстро вышли из школы. Комплексные проверки проходят по всей области и связаны с трагедией, произошедшей в Казани. 11 мая при стрельбе в гимназии номер 175 погибли 9 человек. Ученики восьмого класса и двое взрослых. Дарья Зотова, Владимир Терентьев, Новости губернии. К празднованию Международного дня медицинской сестры в Самарской области подошли по-особенному. Возле колледжа Ляпина торжественно открыли скульптурную композицию «Призвание». Представили целых два обновленных симуляционных центра. Подробности в материале моих коллег. Анастасия Барабина только в начале своего профессионального пути. В этом году поступила в колледж имени Ляпиной на первый курс на направлении «Сестринское дело». В выборе будущей профессии не сомневалась в ее семье все врачи. Принять участие в открытии памятника «Призвание» для нее очень ценно. Я думаю, что это очень важная профессия, потому что не каждый врач справится без медсестры. Она ему как опора. В первую очередь это знак нашим потомкам. Они будут помнить о нас, помнить, что медицинский работник – это очень важная профессия. И она всегда должна присутствовать вообще в мире. Место установки памятника выбрано не случайно. В колледже учатся более 4 тысяч студентов. Ежегодно учреждение выпускает около тысячи специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием. За всю историю существования колледж подготовил более 45 тысяч профессионалов. То, что открыли памятник медицинской сестры, это очень здорово. Это символизирует и вот это здание, прекрасное здание этого колледжа. И вообще эту профессию. Эту профессию. Это церетизм, это увидят они это все. Так что с праздником всех медицинских систем. В профессиональный праздник и подарки сугубо профессиональные. В колледже Ляпиной открылся новый аккредитационный симуляционный центр. Он создан благодаря нас проекту здравоохранения, который инициирован президентом страны Владимиром Путиным. Здесь студенты будут становиться медиками-практиками. С помощью программ моделируются различные ситуации, которые встречаются в ежедневной работе. Электронные пациенты могут жаловаться на недомогание или вообще впасть в кому. Задача персонала принять важное решение. Здесь будут учиться не только студенты лечебного, педиатрического, медико-профилактического, стоматологического и фармакологического факультетов. А также будут сдавать аккредитацию врачи узких специальностей. У меня очень хорошее впечатление от того, что я увидела сегодня в течение дня. И начиная от открытия памятника. И вот все, что я сейчас увидела здесь в учебных комнатах колледжа, говорит о том, что уровень подготовки соответствует самым современным требованиям. А ребята, заканчивая обучение, они будут приходить уже, умея работать на современном оборудовании. Это очень здорово. Я хочу поздравить еще раз весь средний медицинский персонал нашей области, в первую очередь медицинских сестер наших, дорогих нашему врачебному сердцу. И поздравить училище колледж имени Ляпиной с открытием этого профессионального симуляционного центра. Пожелать им дальнейшего развития и пообещать дальнейшую поддержку со стороны Министерства здравоохранения. Аналогичный центр появился в сам ГМУ в историческом здании на Чапаевской. Аудитории разделены по специализациям. За операционным столом студенты старших курсов отрабатывают важнейшие манипуляции. Здесь все классы спроектировали и оборудовали в соответствии с самыми высокими мировыми стандартами. Слушатель или обучающийся будет приходить сюда. У него будет в кампусной карте привязана возможность доступа к симулятору. Мы можем записать информацию, какому симулятору он отработал, какие у него были ошибки, что он сделал неправильно, сколько времени он отработал. Все это анализируется, оценивается, дается возможность ему дополнительно что-то освоить. Посмотрев сегодня на все те классы, которые нам представляли, на те уроки мы присутствовали, когда непосредственно проходят обучение, уроки для студентов, могу сказать, что наше здоровье в надежных руках. Поддержка системы здравоохранения и особое внимание кадрам этой сферы – важная часть стратегии лидерства губернатора Самарской области. С концерта на прививку. Мобильный пункт вакцинации работал на площади Куйбышева для посетителей Самарского театра оперы-балета. Клиентами передвижного ФАПа стали жители и гости города. Причины пройти вакцинацию от COVID-19 у каждого могут быть свои. Дочь Карины недавно вылечилась от коронавируса. И женщина подозревает, что она тоже в феврале могла перенести эту болезнь. На всякий случай решила сделать прививку. Отношусь положительно. Мы как гражданин. Думаю, что все должны привиться. Первый привился супруг. Затем я. Потом у дочки антитела пройдут. Мы тоже прививаться. Вакцинацию можно пройти и в мобильных пунктах. Для удобства жителей региона их разворачивают в общественных местах. Один из передвижных ФАПов сегодня работал прямо в центре Самары, на площади Куйбышева. По стандарту процедуры перед прививкой врач проводит опрос и медосмотр. А также готов ответить на все вопросы о вакцине. Сомневался сначала, как и все. А потом решил, надо думать сделать все-таки эту вакцину. Ничего, нормально, хорошо. Там посмотрим, покажет все это. Все должны будут прививаться, чтобы меньше болели. Пройти вакцинацию может каждый житель Самарской области старше 18 лет, если нет медицинских противопоказаний. Прививка делается в два этапа с перерывом в 21 день. Записаться можно на портале госуслуг или позвонив на горячую линию 122, а также по телефону поликлиники, к которой прикреплен полис ОМС. Без предварительной записи можно прийти в круглосуточные прививочные пункты, в том числе на ЖД вокзале, а также в пункт, который расположен в ТЦ «Аврора» в Самаре. Вакцинация бесплатная и добровольная. Андрей Фазеев, Алексей Вельмискин. Новости губернии. Больше новостей на нашем сайте сова.инфо и в нашем большом информационном блоке в полдень. А у меня на этом пока все. Всего доброго. Что еще будем готовить из этих цветов, кроме чая и кофе? Одуванчиковый сок по своим свойствам напоминает каучук. И эти цветы даже хотели выращивать для того, чтобы производить резину. Хорошо, что не стали. Представляешь, сколько нужно одуванчиков, чтобы сделать одну шину. Зато сок одуванчика поможет отбелить вашу кожу или избавиться от визнушек, если они вам не нравятся. А также, если вас ужалила оса или пчела, одуванчик поможет облегчить боль. Достаточно намазать место укуса свежим соком. Да, очень странно, что их до сих пор не продают в аптеках и не взяли в космос. Такой прям нужный цветок. В космос, Макс, берут другие цветы, более благородные, вернее, их там выращивают. Когда на борту впервые распустилась астра, выращенная в космосе, об этом написали все газеты. С трудом, получается. Ну вот если бы взяли одуванчики, они бы точно проросли, за ними даже ухаживать не надо. Мне кажется, даже если на Марсе бросить их семена, и там прорастут. О, космические одуванчики. Мне кажется, что Рэю Брэдбери такой бы проект точно понравился. Но на самом деле на Земле растет другой цветок с космическим названием. Называется он шоколадный космос. И это один из видов орхидеи. В период цветения он пахнет ванилью и какао. Эх, вот бы вместо сорняков росли такие вкусные цветы. Почему вот дуванчики прорастают, а орхидеи нет? Ответ на этот вопрос знают жители губернии. Наверное, не со всеми уживаются, как и люди. Потому что красоте всегда нужна подпитка, всегда нужно красоту обогащать чем-то. Сорняки все-таки, они на пролом идут. А цветы надо лелеять, холить. Ну, по жизни так бывает, как и у людей. Самые худшие дольше живут, чем какие-то более здоровые люди. Красота требует жертв. Ну, сорняк это такое естественное растение, а благородное растение в основном выведенное, и поэтому требует ухода. Ну, у них школа выживания такая, они просто везде выживают. К нам в гости пришла Олеся Казачкова, флорист-декоратор. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Мы сегодня говорим о цветах, и как здорово, что цветы появились в нашей студии. Рассказывайте скорее, как долго вы занимаетесь цветами, и почему именно искусственные цветы. Да, они живые. Ну, вообще, флористикой, живыми цветами с 18 лет занимаюсь. Вот. Потом три года в декрете, и вот... Стандартная история такая. Охота, было дома чем-то заняться. Ну, многие считают искусственные цветы дурным тоном. Вот что бы вы ответили таким людям? Это все неправда. У нас уже 21 век на носу. Так. Как бы... Это все предрассудки. Просто многие говорят, что какие-то живые вещи, например, кожа, дерево, они обладают какой-то магией, душой. Пластиковые цветы обладают душой. Ну, вот как видите, да. Не отличишь. Вообще, да. Со стороны вообще-то и не скажешь, что они искусственные. Расскажите об этой... Я же с душой все составляю. Расскажите об этой композиции. Для какого повода она предназначена? В какой интерьер ее можно вписать? Ну, вообще, это как бы свадебная такая тематика. То есть нежная, розовая, в таких светлых оттенках. Я думаю, вполне на свадьбу подойдет. Жениху и невесте в подарок. А имеет ли значение какой-то сами цветы? Я вот на самом деле в них не разбираюсь, но я даже не знаю. Вот это розы, да, по-моему? Это, да, пионовидная роза. Это гортензия. Ну, в принципе, стандартный набор, как и у живых букетов таких композиций. То есть вы набираете вот именно по... Не рандомным образом набираете? Нет, нет, нет. Но все-таки давайте разбираться в правилах, наверное, сочетания цветов. Есть ли какие-то законы композиции? Как вы их выбираете, подбираете, рассказываете все в подробностях. Ну, правила какие? То есть все зависит от интерьера заказчика. То есть смотря в каких у него оттенках. Там если нежная квартира какая-то, то, соответственно, что-то такое белое, кремовое. Там если более какую-то яркую захочешь, то, соответственно, предложу ему красную либо желтую. Ну, как вы составляли эту композицию? Как появилась форма? Идея, с чего начинается? Ну, форма вообще, то есть как бы зависит от ящика самого. То есть вот ящик, и под ящик уже подстраивается сама форма композиции. Ящики сегодня это какой-то тренд? Ну, вообще, да, сейчас модно. В чем еще обычно букет составляют, помимо ящиков? Сейчас в чем? В корзинках, в кашпо, сейчас модно головы гипсовые, может быть, знаете. Как интересно. Совсем скоро, я думаю, нам... Ну, у меня, кстати, подборка есть фотографии, то есть как бы, если интересно. Ну, пока мы выбираем композицию для нашей студии и форму, в которую мы эту композицию поместим, посмотрим сюжет Юлии Севера, затем вернемся в нашу студию. Здоровая и сияющая кожа – тренд, нисходящий с модных подиумов вот уже который сезон. В арсенале современной девушки найдется множество бьюти-продуктов, с помощью которых можно заставить кожу сиять. Но летом так не хочется наносить плотный макияж. Добиться свежей и сияющей кожи лица без декоративной косметики помогут средства, сделанные на основе натуральных ингредиентов. Это линейка на основе ферментированных ингредиентов и на основе пробиотиков. Чем уникальна данная линейка? Тем, что благодаря ферментированным ингредиентам они проникают в более глубокие слои кожи. Стоит отметить, что в данной линейке большое количество сывороток для лица, большой выбор, который подойдет для всех типов кожи. Например, сыворотка с успокаивающим действием. Здесь используются цветочные ферменты камчатского седума. Также в состав входит гиалуроновая кислота и провитамин В5 – это пантенол. То есть подходит для интенсивного увлажнения кожи и также с выраженным успокаивающим действием. Сыворотку можно наносить под крем или использовать как самостоятельное средство. Для одного применения достаточно двух-трех капель. Одного флакончика хватит надолго. Еще одна новинка в мире органической косметики – средство на основе сибирских спа-ритуалов. Скрабы, масла, соли для ванны, бальзамы. В серии есть продукты для волос, тела и лица. Теперь можно самостоятельно составить комплексную спа-программу, исходя из своих желаний и потребностей кожи. Ингредиенты, которые входят в состав, они были собраны методом дикорастущего сбора, методом уайлд-харвестинг. То есть этот процесс на каждом этапе он контролируется. Здесь вот такая интересная антистресс-маска для лица. Она идет на основе голубой глины. То есть она идет как очищающего действия, но при этом она также подходит еще как освежающего действия, улучшает внешний вид кожи, то есть борется с усталостью кожи. Также у нее идет хороший охлаждающий эффект за счет ментола. И также успокаивающие, увлажняющие действия оказывает пантенол в составе. Не за горами сезон отпусков. В путешествия каждая девушка берет с собой бьюти-помощников. Гель для душа, шампунь и молочко для тела. Вот он, необходимый минимум. Теперь любимые средства не займут много места в вашем чемодане. Мини-продукты, средства для волос и тела. То есть в наборы входят шампунь, бальзам для волос, гель для душа, молочко для тела. У них очень приятные ароматы. То есть есть с молочными ароматами, это для питания кожи. И витаминный такой заряд с фруктово-овощными ароматами. Молочная серия подойдет для любителей сладких ароматов, для романтичных и нежных натур. А фруктовый набор оценят яркие, энергичные авантюристки. Юлия Север, Константин Макаревич, Утро губернии. Спонсор рубрики – сеть магазинов Organic Shop. Адрес Самаре, ТЦ Космопорт, улица Дебенко, 30, 2-я галерея. Телефон 374-18-60. Продолжаем беседовать с Олесей Казачковой, флористом, декоратором и любоваться ее цветочными композициями. Еще раз доброе утро. Здравствуйте. Вы уже выяснили, что формы цветов могут быть самыми разными. Какие вот самые, не знаю, необычные заказы у вас были, какие-то проекты, которые вы воплощали? Какие самые странные формы приходилось декорировать вам? Так, ну самые странные сейчас вот пошли композиции в головах, в головах гипсовых, большие головы. И туда уже вставляются цветы, композиция. То есть разные из кактусов. Какого размера они могут быть? Разные совершенно. Ну, самая большая форма, самая большая. Ну, сантиметров с 50 высотой диаметром. А это выставляется в интерьере, да? То есть вместо коробки у нас голова, так же говоря. Хорошо. Я думаю, пришло время посмотреть, как же это происходит на самом деле. Покажите нам, расскажите небольшой мастер-класс для телезрителей. Ну, на самом деле, как бы еще могу рассказать про уход композиции. За такой композицию очень легко ухаживать. Стоит феном только ее, обычным феном, обдуть холодным воздухом, и все, от пыли. Пыли как не бывало, как новенькое. Вот оно что! У меня просто дома стоит похожая, я думаю, как ее протереть? Стиральную машинку не надо ее, стирать не надо. Я вижу, что у нас искусственный хлопок, да? Да. Цветы хлопка. Что мы с ними делаем? Завершающий этап, то есть декорируем хлопком композицию. Сейчас это очень модно тоже, хлопок. То есть так же, как и живые цветы. Обрезаем. Мы можем их обрезать. Да, все то же самое. Делать, в общем-то, из них все, что угодно. Есть ли какие-то еще тренды сегодня, которые пользуются популярностью? На свадьбах или на торжествах каких-то? Сейчас клеточки тоже оформляют очень красиво. Красиво. Клеточки, что ли? Из живых цветов. Одинаково. Одинаково. Но простоит вечность. Олеся, что для вас значит цветы? Что для вас значит подобное творчество? Это хобби работы или удовольствие? Это и то, и другое. Цветы – это душа моя. У меня все от бабушки передалось по наследству. Она очень любит цветы. Кстати, бабуля, привет тебе. Привет. Присоединяемся. Вот, она меня будет смотреть. Бабушка у меня тоже любитель. А сухоцвет вы не используете? Может быть, бабушка вас не выращивает? Другая специфика. Чуть-чуть. Вот, с пацетом не работаю. Я вижу, что наш букет, наша композиция оживает и становится какой-то такой даже немножко плюшевый, мягкий. Ну да, к слову, пару штрихов, а вид изменился. Олеся, огромное вам спасибо за эту красоту, за лайфхаки и мастер-класс. Желаем вам творческих успехов и классных, креативных заказов. И вдохновения, конечно. Спасибо большое. Спасибо. Ну, а мы захватим букетик от Олеси и вместе с ним отправимся, вместе с Марией Барковой, на выставку. Татарские квадраты. Сто картин, размером 100 на 100 сантиметров, созданы к столетию Татарской автономной республики. Каждое полотно вышло из-под кисти заслуженного либо народного художника России. Выставка под названием «Казань. Самара. Транзит» передвижная. В Самару прибыла из Чебоксар, далее отправится в культурную столицу. Вы знаете, что менталитет народа формирует религии. Ислам запрещает изображать одушевленные образы. И поэтому оттуда представлено искусство, которое, в общем-то, зародилось в советское время. А теперь уже мы, как светское государство, имеем право угрожать. И даже вот в Чистополе у нас были пленеры, проекты, когда Мухтасибад местный именно пригласил 10 художников, чтобы показать слияние ислама и изобразительного искусства, что есть в точке соприкосновения. Татарский художник Резида Юсупова представила натюрморт в духе 70-х, посвященный подготовке к национальному празднику Сабантуй. Девушка молодая всю ночь шьет себе платье, чтобы с утра пойти на Сабантуй в новом платье. Вот она дошила, дошивает, вышла на минутку, вот этот момент я и сделала. Там все татарское, если вы посмотрите, там и чуваки татарские на полу, вся обстановка такая, да, поясок тоже с тюльпаном нашим национальным. Платье красивое, изю, вот это изю я там писала, можете увидеть, вот такой дух, дух где-то 70-х, 60-х годов. Здесь собраны полотна 73 именитых художников из 12 регионов России – Татарстана, Башкирия, Чувашии, Москвы, Санкт-Петербурга, Крыма и, конечно же, Самарской области. Главная задача вернисажа – объединить творцов в воспевании родной земли. Прелесть в том, что здесь очень много разного и удивительным образом удалось все это примирить и хорошо развесить. Мы вешали, ну, часа три разбирали работы, что-то легко получалось, что-то приходилось там по несколько раз обсуждая, но как-то в целом это не напрягало, то есть, и вот когда смотришь, такое разнообразие, оно очень радует. У кого-то очень тонкое, очень такие переживания, прям тончайшие, лирические. У кого-то, наоборот, это мажорно, празднично, у кого-то это, может быть, даже так со смыслом, с каким-то таким, с философией. Каждый имеет право на высказание. Выставка «Казань-Самара-Транзит» открыта в Доме культуры поселка Управленческий. Вход свободный. Марина Баркова, Сергей Костин, программа «Утрогубернии». На этом все. Сегодня с вами отмечали Всемирный день одуванчиков, пушистый и яркий ведущий Саша Байдачная. И Максим Полагнюк, хорошего дня вам, друзья. Пока. До встречи, пока. Макс, по закону жанра ты должен прямо сейчас подарить мне большой букет из одуванчиков. Я жду. Вперед. Я что-то как-то не подумал. Тогда ты должен вымолить мое прощание. Может, сбегу и нарву? Нарви. И к следующему эфиру принеси мне, пожалуйста, три литра вина из одуванчиков. Вот я попал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!